На повестке дня 16-го заседания районного совета депутатов стояло 8 вопросов, касающихся жизнедеятельности района. Одни вопросы были приняты единогласно, без каких-либо дискуссий, другие обсуждались долго, выслушивались мнения всех желающих. По некоторым решения приняты не были. Подробности в нашем сюжете. Открылось заседание поздравлением народных избранников. Глава вручил грамоты депутатам за личный вклад в социально-экономическое развитие района и в честь 85-летия района. Далее, обсудив повестку дня, единогласно пришли к решению снять с рассмотрения вопрос о внесении изменений и дополнения в устав Ленинского района. Вопрос о внесении изменений в решение совета депутатов района о районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов озвучила начальник финансового управления Татьяна Макушкина. Сегодняшнее уточнение вызвано необходимостью уточнить межбюджетные трансферты, поступающие в бюджет района, уточнить ряд расходных обязательств, принять новые расходные обязательства. И они сформированы на основании анализа текущего исполнения бюджета и направлены на перераспределение в освобождающихся в течение текущего исполнения бюджета денежных средств на вновь появившиеся или увеличение действующих потребностей. Этот вопрос, а именно часть его, касающаяся секвестрирования бюджета в системе здравоохранения, вызвала споры между депутатами и руководством управления здравоохранения. На заседании рабочей группы народные избранники вынесли свое предложение. Исключить из поправок следующие позиции. Дополнительное сигнование на заработную плату работникам управления здравоохранения 1,1 млн. Денежные средства на содержание санатория-профилактория в сумме 1,833,7 тысяч рублей. И денежное поощрение работников управления здравоохранения в связи с 85-летием района в сумме 2,288,5. В ЦРБ у нас не совсем хорошая обстановка сложилась. И мы посчитали, что в этом основная доля недоработки управления нашего здравоохранения. С тем, что здравоохранение недостойно премии, не согласился начальник управления здравоохранения Виктор Шашков. В больнице и поликлинике района сегодня действительно живут непросто. Финансирование осуществляется одноканально. Отсутствует поддержка из местного бюджета. Чтобы зарабатывать и жить без долгов, сказал он, необходимо иметь доступ к новым технологиям, перестраивать систему. Все говорят, вот это отделение зарабатывает. Почему? Потому что высокий тариф. Другое, оно не зарабатывает. И неоднократно об этом говорилось, о том, что на сегодняшний момент надо и подойти к формированию новых стандартов. Депутат Валерий Черников выразил мнение части своих коллег в отношении санатория-профилакторий, который находится в развилке. Объект переходит в Ведение Московской области. Поэтому содержать объекты и тратить на них деньги, которые они все равно освоить не успеют. А нам при условии того, что тяжелое финансовое положение в районе, да, мы найдем способы и методы, куда данные средства потратить. Я считаю, что все вот эти пожелания наших депутатов, они абсурдны. Чуть больше половины депутатов по данному вопросу проголосовали против. Вопрос отдали на пересмотрение. Последующий вопрос, один из которых касался передачи части полномочий администрациям городских поселений Видное, Горки-Ленинские и сельского поселения Булатниковское в сфере организации библиотечного обслуживания населения, больших дискуссий не вызвал. Лишь один из депутатов с некоторым удивлением полюбопытствовал, насколько актуальна в настоящем современном мире работа библиотек. Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Моисей Шамаилов провел небольшой ликбез для народных избранников, рассказав, что современная библиотека – это поистине культурный центр, особенно в небольших городах и селах.